Здравствуйте, друзья! Из России стали приходить сообщения о гибели в Украине первых мобилизованных. Сегодня власти Челябинской области официально подтвердили, что сразу пять жителей этого региона приехали из Украины домой в Цинке. Это только те, о ком объявили официально. Понятно, что в реальности их больше и учитывая, что после начала мобилизации прошло только три недели, понятно, что никакой подготовки не было и вот этих всех мобиков так называемых просто сразу из военкомата бросили на убой. То есть уже по этим первым новостям из России сразу понятно, что отношение к мобилизованным россиянам будет примерно такое же, как и к мобилизованным жителям Донбасса. То есть их будут просто без всякой жалости использовать как дешевый расходный материал. Новости о гибели мобилизованных уже повергли в шок российских патриотов. Например, журналистка Анастасия Кашеварова, которая вообще-то поддерживает агрессию против Украины, у себя в телеграм-канале теперь возмущается, что командиры опять всех обманули и отправили необученных мобилизованных из России на верную погибель без подготовки, хотя ранее обещали этого не делать. Но это просто невероятно! Кто бы мог подумать, что так будет? Хотя на самом деле то, что будет именно так, понимали все адекватные люди, потому что, во-первых, российская армия по-другому не воюет в принципе. И даже российские эксперты на государственных телеканалах, вот в этих пропагандистских ток-шоу открыто признавались, что российская армия не жалеет своих солдат, потому что... А зачем их вообще жалеть? Вообще-то на войне вопрос сбережения личного состава, он не ставится в принципе. Почему? Ну потому что такова война. Ну какое там может быть сбережение? Уже только по тому, какое отношение было к мобилизованным на Донбассе, можно было примерно понять, как будут относиться к мобилизованным россиянам. Впрочем, то, что происходит, совсем не мешает всем этим упоротым российским патриотам, националистам с буквами Z на аватарках продолжать орать, что нужно еще сильнее воевать, еще больше людей угнать на войну. Хотя и им уже очевидно, какой будет результат, но просто так взять и остановиться и призвать к прекращению войны они не могут, поэтому они будут призывать погубить еще больше людей, которые теперь сейчас расплачиваются за идиотизм руководства России, за маразм Путина, который влез в совершенно безумную, позорную войну, не подумав, не подготовившись. Влез в войну, в которой выиграть просто невозможно. Путин, я напомню, обещал, что никакой мобилизации вообще не будет, потом выяснилось, что он наврал. И вот теперь за его ошибки, за провалы его генералов, за его глупость будут расплачиваться обычные российские, вот эти мобилизованные, которых без подготовки просто швыряют, чтобы ими заткнуть какие-то дыры и хоть как-то ими там забить какие-то окопы, чтобы фронт совсем не развалился. Поэтому такие новости о гибели мобилизованных сейчас будут приходить из России просто подряд, и мы даже не будем успевать их отслеживать. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит в Украине.